Так, время. 40 минут. Время пошло. Школьный охранник Юрий Флегантов внимательно следит за часами. Он включил тревожную кнопку и через несколько минут в школьном фойе должна появиться группа быстрого реагирования. Это спецоперация учебная. Так, на деле сотрудники Росгвардии проверяют работу на пропускном режиме в школе, а точнее оперативные действия частного охранника. Очень участились. Очень. Особенно в последнее время. Это в день бывает по два раза проверяют. Сотрудники ППС проверяют, то сотрудники ОТН. Ну кто не будет, но мы под контролем. Проверяют пропускной режим, как себя ведет охранник. Тщательную проверку частных охранных предприятий, особенно сотрудники которых работают в учебных заведениях, Росгвардейцы начали после ЧП в Пермском крае и Бурятии. В Удмуртии уже составлен график. С проверкой придут в каждую школу. Выходим на объект. Если там все хорошо, так и вопросов нет. То есть в данном случае, я прошу обратить внимание, что даже внеплановые проверки, они проводятся абсолютно открыто. Там и уведомления не позднее, чем за три дня до начала проверки. Там и личные уведомления конкретно руководителя, либо написал учредителя. То есть все идет через руководство. Они просто так вот пришли и давай там всех проверять, кого купало. Важно, у частных охранников должны быть в порядке документы. Это первое. Второе – должный уровень подготовленности к действиям при ЧАЭС. Нарушения сотрудники Росгвардии уже выявляли. Исполнители в лице частных охранных организаций привлекают к оказанию охранных услуг неквалифицированные кадры. То есть граждан, не прошедших специальное обучение по программе подготовки частных охранников, не получивших удостоверения частного охранника, отсутствуют либо ненадлежащим образом оформленные должностные инструкции с нарушением требований законодательства. Кроме уровня подготовки охранников, росгвардейцы проверят в школах наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации и сигналов оповещения. Проверки в школах Удмуртии будут продолжаться весь год.